Всем привет, мои подписчики! Я вернулась. Я вернулась, потому что по-другому это не назовёшь. Я пропала, и пропала потому, что вообще нет времени снимать. Съёмки и вот этот труд блогера, которые называют себя блогерами, если можно так сказать, это огромный просто труд, и просто это очень тяжело. Поэтому собралась с мыслями, и из всех пяти видео, которые я записала себе в ежедневник, которые я должна снять, вот наконец-таки я снимаю первое. Это покупочки из Икеа. Я заказ делала два раза, то есть я должна была снять первый раз, но не сняла видео, и уже забрала второй раз заказ, и снимаю всё вместе. Их не так много, но всё же очень интересно, и возьмите на заметку, потому что в Белоруссии нет, где купить Икеа, только заказывать. И своими глазами, то есть вживую это не видишь, только через сайт, и поэтому что-то покупаешь и нравится, что-то покупаешь, а потом увидел и не очень. Но в основном всё, что я всегда и когда-либо заказывала в Икеа, это на 100% удачно, это на 100% вообще моё-моё, мне очень нравится там что-то покупать для дома. Значит, первое, что я купила, это пакеты. Пакеты непростые, они в коробке двух видов. Давно хотела их купить, и так как здесь написано, один вид на 2,5 литра, а один на 1,2 литра, то есть ты как бы слабо представляешь, как это может выглядеть, и потом я уже когда купила, подумала, что можно было бы купить и меньше, но они мне тоже подошли. Пакеты вот такого формата идут с зажимом, для чего они мне в принципе нужны, вот с зажимчиком идут. И второй формат поменьше, это 1,2 литра, это 2,5. У меня в планах было замораживать что-то в этих пакетах, ягоды, фрукты, овощи и так далее, и там подобное, поэтому именно для этого они мне пригодились. Шикарная вещь, очень классно, то есть ты там что-то сделал, не надо заворачивать, ну, какие-то отдельные пакеты, причём они, естественно, можно много раз их использовать. Ну, и даже там фарш или ещё что-то, или же что-то сделал, порезал, и чтобы оно не обветривалось в холодильнике, также ложишь в пакет и в холодильник. Я в них уже всё это пробовала, всё замораживала, всё класс. Ещё вот эти вот маленькие пакетики мне очень пригодились, когда я ребёнку собираю что-то в школу. Любое печенье, любой какой-то там бутерброд, любое всё, что угодно, ложишь в пакетик и зажимаешь. Ничего не крошится, ничего не высыпается, не рвётся и так далее. Очень удобно. У него до сих пор в школьном рюкзаке лежит такой пакетик, я периодически его проверяю, выбираю оттуда бумажки от конфеты и так далее, там все эти крошки высыпаю и ложу что-то новое. И в командировку также удобно брать. То есть вы сами представляете, да, любой бутерброд, конечно, будет гораздо лучше смотреться даже в этом пакетике, нежели завёрнут в газету или в обычный пакет. Неудобно. Вот таким образом у меня в нём хранятся заморозки. Вот видите, аккуратненько всё там распределено. Здесь, допустим, перец. И когда ты что-то захочешь сделать, просто вот отламываешь кусочек, легко ломается, открываешь, достаёшь и всё. Вот таким же образом помидоры. Помидоры, почему я замораживаю, они тоже порезаны на кусочки, но нужно, чтобы они немножечко подтаяли, потому что не отломаешь так, как, допустим, перец. Для яичницы, для омлетов, для зажарки в борщ помидорчики. И таким же образом всё, что угодно можно замораживать. Поэтому обратите внимание, вещь шикарная. Следующая моя покупка – это столик. Вот такой раскладной столик. Тоже я его давно хотела, очень давно, но даже не знаю, почему. А, эти покупки, кстати, я не заказывала. То есть я приехала в магазин, и я их увидела своими глазами, они были в наличии. Я просто пробежалась глазами и быстрее взяла то, что мне хотелось, и увидела этот столик. Я его раньше видела на сайте, мне он очень нравился. Но почему-то не делала заказ, ну потому что проблемно. Это надо заказывать, ждать, потом ехать совершенно в другой город, это всё забирать. А тут я увидела его своими глазами и, естественно, его купила. Но я лоханулась немножко, потому что вообще в описании написано, что это столик для ноутбука. Почему? Потому что ножки идут неровные, а видите какие. То есть ставишь его перед собой, и они чуть-чуть под наклончиком. То есть это не обеденный стол, ну такой, чтобы перекусывать, можно что-то было, а вот ставишь, оно получается под наклончиком, и лужи, допустим, ноутбук или что-то, и работаешь. Я расстроилась капец. Но это не принципиально совершенно оказалось, потому что он мне даже пригодился не столько для что-то там перекусывать, потому что я люблю есть только на кухне. и не разрешаю, как бы, и своим никому, и ребёнку, чтобы они где-то ели в спальне или в зале, потому что не люблю я так, и всё. Кухня для еды. Ну, столик этот пригодился для того, что очень любит мой ребёнок, сесть на диван, поставить этот столик и разукрашивать тут что-то, ложить свои какие-то вещи, писать, рисовать. Вот ему прям очень он нравится. Ну, он очень для этого невероятно удобный. И даже если я пью чай, допустим, в спальне, когда смотрю телевизор, или я просто складываю ножки, ставлю его на диван, чтобы не было мягкое, ставлю сюда всё, что захочу, и тоже очень-очень удобно. Столик обалденный, он был там представлен в двух цветах. Мне понравился вот такой. Он просто, просто сношебательный. И мне кажется, не принципиально. Вот это вот можно даже, кто умеет вот это всё делать, вырезать там, всё это острогать, то можно сделать и ровненькие ножки, и будет ровный столик. Вот такая была покупочка у меня. И третья вещь, что я купила, это, тадам, косметичка. Очередная миллион двадцать пятая косметичка. Но косметичка непростая. Почему я её купила? У меня очень много косметичек. Но эту я увидела, и сразу мне пришла мысль и идея, для чего она мне нужна. Для вязания. Потому что всегда, когда я беру с собой вязание, оно у меня в каких-то пакетах, в каких-то... Вообще мне очень неудобно было носить с собой вязание, потому что что-то одно не возьмёшь, а надо всегда туда ложить и ножницы, и крючки, и спицы, и блокнот, и что-то записывать, и ручка, и рулетка. Всё это должно быть, и это просто нереально куда-то положить. А эта косметичка просто бомба, просто. Она, во-первых, нереально большая. Она в сложенном виде такая. Вот здесь есть кармашек на липучке. И когда её открываешь, она просто огромный чемодан, получается, квадратный. Вот у меня здесь, допустим, уже что-то лежит. Даже очень много чего у меня здесь лежит. Уже здесь начатое вязание. И также вот показываю, здесь ещё есть кармашки. Сюда можно что-то замочком закрыть. Здесь ещё на липучке есть огромный карман. Тут всё-всё-всё у меня для вязания. Сюда даже вмещается блокнот, если вы хотите. Ну, то есть вообще всё. Ты можешь сюда просто свитер положить. Я не знаю, если ты вяжешь. Для рукодельниц, присмотритесь, девчонки, если вы не знаете, куда вам ложить, складывать свои вязальные прибамбасы, когда вы едете в дорогу или куда-то, если вы ещё не придумали, и вам неудобно, то вот такая косметичка в Икеа. Ищите её. Очень удобная. Просто мега невероятно удобная. Огромная косметичка. Следующая покупка. Тоже проблема всех рукодельниц, меня в том числе. Ножницы. Постоянная нехватка ножниц. У меня вообще с ножницами такая беда, что если есть одни ножницы, то их мало, естественно. Если у каждого ножницы, у члена семьи, то они постоянно куда-то теряются. То есть я знаю, что у меня есть ножницы, но они где-то и лежат. Или в вязании, или на кухне, или ещё в маникюрных каких-то вещах. И я купила себе набор из трёх ножниц, потому что я сказала, всё, должны быть у меня ножницы просто везде под рукой. Это, ну, проблемам рукодельниц, однозначно будет, я уверена, нехватка ножниц, либо они должны быть под рукой в любой момент. Это был набор из трёх ножниц. Третьи ножнички где-то у ребёнка. Я вот хотела их показать и уже не нашла, поэтому не буду в его царство там залазить. Ножницы классные, удобные, отличные. Вот эти вот большие у меня лежат на кухне, потому что всегда проблема отрезать какой-то пакет или что-то. И я беру кухонные ножницы, но они очень большие, и они для курицы, для разделки, и неудобные. Там с зубчиками идёт. А вот такие вот бытовые очень-очень нужны. Поэтому набор из трёх ножничек просто это must-have, можно сказать. Следующее – это три вещи для дома, можно даже сказать мебель, либо для интерьера. Вот я подниму камеру, изменяюсь и покажу. Вот смотрите. Первая вещь – это вот такая вот полка. Это узкая полка. Я сейчас сниму. Специально хотела я такую полку. Мне не нравятся полки, какие продаются в мебельных магазинах. Это огромные, толстые, громадные такие вот громоздкие. Я хотела узкую полочку для того, чтобы поставить либо свечи, либо фотографии какие-то. Вот что-то, мелочь какую-то. Вот на данный момент стоял здесь мой планшет, потому что с утра я смотрела и поставила вот так, чтобы никому не мешал. Полочка шикарная, очень удобная, и она вообще предназначена для картин, потому что, видите, здесь есть бортик такой, и вот ставишь, и чтобы картины стояли и не падали. То есть, очень необычная такая задумка, и мне она вписалась, мне нужна была на мою кухню белая, на мою белую кухню белая полка. Также вот такой обалденный, не торшер он называется, называется лампа, наверное, не помню как точно, я покажу все, оставлю все ссылки. И вот такая вот лампа, сейчас я включу, видите, она просто волшебная. Она невероятно удобная, невероятно красивая, невероятно необычная. Я обожаю необычные вещи. Это мой такой конек, я не знаю, очень люблю что-то такое интересное, необычное, тем более у меня просто сюда просится все белое, я обожаю белый цвет в интерьере. Вот она, полочка вам поближе. И вот на прищепке, на такой лампа. Она цепляется на прищепку, можно ее на любые места, на любые поверхности. Двигается вправо-влево и вверх-вниз. Вот так, такая очень стильная, очень клевая и очень-очень нужная. Вместо торшера, вместо какого-то бра, ну не хотела я сюда бра, не хотела вот, ну мне казалось, что она либо мне можно доесть, а вот эта она переносная такая. Ну, больше я ее, конечно, купила, из-за того, что она необычная. Она необычная, очень красивая. Вот такая вот лампа. Тоже обратите внимание. Следующая вещица, это вот такая вот доска. Я ее прикрутила на шкаф. У меня боковой, вот такая боковинка осталась. Тоже я эту доску видела уже давным-давно и мечтала о ней. Это грифельная доска, на которую можно писать мелом. Вот я написала послание Ивану Николаевичу, когда он читает, смущается, потом мне что-нибудь пишет. Ну, вообще, конечно, это не для этого доска, но вот писать что-то, что забываешь, потому что стикеры у меня очень широко используются. Я всегда все пишу, помечаю, чтобы не забыть. У меня всегда в кошельке стикеры, над столом стикеры, то есть чтобы не забыть. А тут можно это все пометить, написать кому-то записку, куда я ушла, чтобы не на бумажках это писать, а вот так вот красиво. Здесь таких два лоточка, в которых можно ложить. Вот в одном мел лежит, во второй можно тоже, что хочешь ложить. Потом вот такие вот отделения. Здесь тряпочка лежит. Вытирать мел. И два крючочка, на которые тоже можно что-то повесить. Очень крутая штука, и мечтала я о ней давным-давно. Наконец-то приобрела. Я заказала, и заказ забрала только через два месяца. Звонила, просила продавцов, пожалуйста, не продавайте никому, я приеду, обязательно заберу. Вот такая вот вещь. Обратите внимание, вот советую на миллион просто процентов, потому что она понравится и ребенку, и будет вам она удобна, и даже заказывают детям ее. И есть еще там такая доска на ножках, то есть она становится куда-то в комнату, чтобы ребенку рисовать можно было. Ну, мне такая понадобилась, больше понравилась. Ну что ж, это были все мои заказы. В Икеа я покупала, покупаю, и буду покупать, потому что это настолько мой магазин, потому что там очень необычные вещи. И я обожаю что-то такое неординарное, что-то не такое, как у всех. И когда ко мне приходит кто-то и всегда спрашивает, ой, у тебя такое, где ты такое все находишь, где ты все это выискиваешь и покупаешь. У нас такого нету, где ты все это заказываешь. А я-то знаю, что это просто Икеа. Вот так, спасибо всем за просмотр, пишите комментарии, пойду монтировать видео. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Игорь Негода.